В описании к данному видео вы можете найти скидки на следующие курсы. Гибернейт, JPA, Java EE, Паттерны проектирования, Java, Photoshop, Maven, Git, Kotlin, IntelliJD, а также Apache, HTML, CSS, SQL и курс английского языка. Всем привет, сегодня поговорим об акшенах в Spark. Собственно, акшены, концепция довольно-таки простая, мы можем брать и запускать следующие акшены. Я сегодня вам расскажу об основных, они у меня выписаны, Reduce, Collect, Take. И, собственно говоря, Reduce, наверное, самый распространенный, потому что он позволяет собрать все элементы коллекции в одну. То есть, к примеру, я их могу тупо взять и сложить. Следующим образом, у меня будет XY и здесь X плюс Y, и они у меня складутся. И у меня 2 плюс 3 плюс 1 будет 6. Вот у меня 6 как бы вывелось. Вы можете выразить финансовую благодарность автора данного канала, если зайдете на канал и нажмете кнопочку Join. Здесь вы можете оформить подписку на канал и выражать благодарность ежемесячно в виде 2 долларов. Дальше есть полезная штука, это Collect. Collect позволяет получить массив объектов из того, что у нас здесь было. Если бы, допустим, у нас здесь был какой-нибудь элемент, там, файл, и мы бы хотели из него коллекцию получить, вот мы с помощью коллекции могли бы получить, как видите, у нас 1, 2, 3 вернулся в такой массивчик, то есть, позволяет получать массивы. Дальше это, естественно, Count, с которым мы уже встречались, который позволяет получить количество элементов в нашем массиве изначальном. То есть, у нас всего 3 элемента, 1, 2 и 3, их 3. То есть, Count нам позволяет. Есть также Count by Value. Count by Value. Он позволяет получать, сколько каких элементов. То есть, вот у нас единица, 1, троек у нас 1 и двоек у нас 1. То есть, соответственно, он считает вхождение, сколько каких вхождений. Дальше у нас есть Take, очень полезная штука, часто употребляемая, которая говорит, сколько мы хотим первых элементов взять. Ну, к примеру, я хочу взять только первых 2 элемента. Как видите, он мне единицу и двойку вернул, то есть, первые 2 элемента. Также можно взять Top. Top – это то же самое, но с другой стороны. То есть, 3,2. То есть, мы зашли просто, грубо говоря, с конца. И взяли 3,2. То есть, как бы последние элементы. Ну, и есть еще один такой интересный Take a Sample. Take a Sample, суть его заключается в том, что он берет пример. То есть, если у нас есть огромнейшая коллекция, мы можем из нее взять несколько объектов. Причем, со сдвигом или без сдвига и количество элементов мы можем взять. То есть, вот сейчас мы, если запустим, тут он взял 2 элемента, тройку и единицу. Если здесь true поставить, is replacement с заменой. Суть в том, что данный метод просто-напросто берет некоторые элементы из нашего оригинального массива и выдает нам. То есть, он достает как бы с сэмпла, что понятно из названия. Но он реже, чем остальные используются, остальные как бы более часто. То есть, reduce, count, collect и так далее. То есть, вот это все основные методы, которые вы будете применять. Это экшены, которые выдают какие-то результаты. Ну, и, естественно, еще есть fridge. Fridge x, south x. Позволяет вывести все элементы массива. Произвести над ними какие-то операции. Вот 1, 2 и 3. А вот это основные экшены, которые есть в парке. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всем пока.